А всем хэллоу, дорогие друзья! Сегодня заключительная серия, я так думаю. Сегодня установим станок на стол. Стол ничего сверхъестественного собой не представляет. Простой деревянный каркас, скажем так. Металлический лист, тоненький, правда. Ну, ничего. Стол сей был приобретен совместно со станком. Повезло мне. То есть, судя по всему, этот стол шел с предприятия вместе со станком. Made in SSR, так сказать. Так, вперед, устанавливаем. Давай. Прежде всего устанавливаю алюминиевые пластины. Они необходимы для увеличения площади, занимаемой станком. По моей задумке, это должно повысить жесткость крепления. А, соответственно, повысить и жесткость всей конструкции в целом. Разумеется, лучше было бы вместо алюминия использовать сталь. Но у меня был алюминий, который очень долго лежал без дела и прямо-таки просился в бой. И так всю квартиру захламил этим железом. Блин. Кроме этого, опять же, для повышения жесткости устанавливаю стальные уголки. К основанию они закрепляются винтами М4, а к станку болтами М6. Монтирую тумблер. Внутрь была запхана, запихана, затокмачена в конце концов. Можно назвать как угодно. Поролоновая губка. Она будет препятствовать проникновению стружки и прочей дряни в окно с выключателем. Собственно, все. Установил станок на такой стол своеобразный. А вот здесь у меня электрическое освещение. Для большей жесткости присандалил через уголок к стене эту всю конструкцию. Посмотрю, если будет мало, еще парочку добавлю. Ну, а может, вовсе уберу. Здесь у меня ящик с всяким добром. Фортануло, кстати, тоже шло все в комплете. То есть, станок покупал я с различными, значит, такаках, болин, резцами, тю ёлки палки. Даже фрезу положил мне бывший хозяин. Не знаю, может быть, когда-нибудь заюбил. Ладно, это не суть важна. Давайте затестим. Ибо мне уже не терпится. Вперед сейчас. Ну что же, давайте пустим первую стружку. Сначала алюминий. Один из самых благородных металлов. Вот так. Вперед. Опасно. Отлично. Имеются некоторые посторонние звуки, но это, судя по всему, потому, что низкорезец сильно установлен. Нужна подкладку. Но ничего. С этим я разберусь, я уж думаю. Сейчас предлагаю попробовать сталь. Ну, я думаю, если точит нормальный алюминий, значит и метилатунь будет точить так же вполне успешно. Сейчас попробуем сталь. Сама для меня интересна. Сталь неизвестной породы отрезок винта. Точнее болта. И попробуем. Очки. Качество обработки имеет следующий вид. В принципе, ничего, я считаю. Для такого станочка вполне себе ничего. Но лучше, чем напильником и дрелью. Правильно? Правильно. Что можно сказать в целом по станку? Станок, напоминаю, 1D601. Недостатка, по сути, два основных. Это первое. Отсутствие нормальной продольной подачи. То есть здесь нет никакого ходового винта. А самообработка производится только одним суппортом, по сути. То есть малой продольной подачей. Очень-очень плохо. Категорически плохо. Второй недостаток. Это сам суппорт, вся его конструкция. Не знаю, конечно, кто его разрабатывает. Интересно было бы пожать этому человеку руку. Все дело в том, что жесткость очень слабая. Надежность очень слабая. Точность деталей очень тоже слабая. Ну, в общем, суппорт так себе. Я ведь читал в интернете, на чипмейкере, кажись. Так там ребята советуют вообще этот суппорт убирать и другой ставить. Наверное, это лучший вариант. Ну и, соответственно, реализовывать нормальную продольную подачу. Но это, может быть, в будущем я и сделаю. А в целом, для кабинных целей точить маленькие детали очень даже приличная вещь. Ну, мне, по крайней мере, учиться токарным работам пока что на первое время хватит. На всем все, друзья, товарищи, коллеги. Жму руку, как всегда, но посран. Пока.